Весенний павод, река в период своего разлива очень тесно подходит к границам агроусадьбы, то есть населенных пунктов. Есть большая возможность открыть все прелести по лесу, поскольку только по воде можно добраться в самые недосягаемые, самые красивые места. Ее воспевали и ей покорялись. Этой весной Полесская Амазония вступила в свои права. Река Льва с высоты птичьего полета напоминает кровеносную систему человека, только местный выберется из десятков капилляров и выйдет к стремительной артерии. Поскольку я знаю весь фарватер, то есть мы плывем именно по конкретно по самому устью реки, а сейчас период паводка, она расходится в разные стороны. Это там разные старики, в разные такие артерии вот этой речушки и по ним можно доплывать в разные такие таежные места. Алексей настоящий полишук. Весь маршрут, а это более 50 километров, проходит на легкой лодке. Другая попросту сядет на мель. То и дело характерная льва закручивает с течением чужаков. Хозяйкой договориться непросто. Она подсыхает и начинает потихонечку зарастать. Но когда вот такие паводки происходят, когда хорошие крепкие морозные зимы, то это все ледоходом сносится, течением промывает. Река наливается и распредается, не видя краев. Паводка здесь не боятся. Он часть жизни. Этой весной большая вода будто вежливо позволила себе не нарушать границ. Вот в этих красивых местах мы часто наблюдаем орла на белохвост. Летом уже на водных маршрутах, на экскурсиях мы рассказываем, показываем гостей. Мы видим, как они уже учат своих птенцов летать. И это привлекательно, очень красиво. Отправиться в Полесский дозор. Когда-то эти места, которые так романтично, проникновенно и тонко, талантливо описывал Иван Мелиш, теперь может каждый белорус. Это невероятно, когда ты находишься на воде и это видишь все собственными глазами. Я родилась в этих местах и Полешучка, но моему удивлению нет предела. Европейских гостей очень привлекают ольховые леса, дубовые рощи. Они любят наблюдать за дубами, которые падают. Сейчас подмывается корневая система, ну и уже в этом году он должен упасть. Раньше местные жители заготавливали эти мореные дубы, используют в мебели, в производстве всяких сувенирных продукций, для изготовления оружия. Сегодня это еще больше ценится, поскольку добычей мореного дуба уже никто не занимается. Эта точка на карте оторвана от больших городов, на краю белорусского мира. Еще чуть-чуть и соседняя Украина. Туризм на Полесье, своеобразный феномен, не раз отметят специалисты. Абсолютно узнаваемый продукт в Европе. Край альманских болот, как самых больших легких, знает каждый школьник. При этом малоизведанный для внутреннего туриста. Когда сюда приезжаешь по отзывам гостей, ты понимаешь, что да, вот здесь есть своя жизнь, которая не пересекается с цивилизацией. Большую роль сыграла эта экотропа Альманские болота, поскольку там были всегда туристы, но не было возможности остановиться. А сейчас мы оказываем такие услуги, предлагаем, делаем экскурсию опознавательную. Этот четвероногий гид готов вас проводить и в лес, и по территории усадьбы, и вообще подарить море позитивных эмоций. А еще он абсолютно дружелюбный, и вот так вот спокойно реагирует на то, что его как мишку вот так все жмякают. Здесь не готовы предлагать туристический фастфуд, а скорее авторскую кухню. Например, сплав по реке максимум принимает до четырех человек. Посреди дикой природы удалось воссоздать островок цивилизации. Изначально основными гостями были туристы из дальнего зарубежья. Из Европы, в основном Польша, Германия, Италия, Испания. Были гости из Китая, из Америки. Но в связи с закрытием границ пандемии пришлось переориентироваться. Когда гости приезжают, то они приятно удивлены таким качественным сервисом. У туристов очень разные пожелания. То есть одни гости хотят приехать, побыть наедине с природой, в тишине, релакснуть, птичек послушать. Другие гости приезжают, они хотят увидеть все экскурсии, получить экстрим, получить какие-то гастрономические. Третьи хотят активного отдыха. Кто-то приезжает за рыбалкой, кто-то приезжает за охотой. Для таких новичков, как я, лучше начинать с зарыбленного озера. Ну да, здесь не будет никакой сложности. Просто здесь не нужно быть специалистом. То есть не нужно изучать, как это сделать, как просчитать ее все хитрости. А сколько здесь видов рыбы? Карп, карась, амур, толстолоб, ну и хищника немного, щука и окунь. Полесье – это не только размеренные виды, но и настоящий экстрим. На таких квадроциклах можно отправиться в увлекательное путешествие. Ты будешь не очень чистый, зато очень счастливый. Погнали! Сердце Полесье, и оно начинает биться в такт с теми, кто готов подхватить его ритм. Порой размеренный и спокойный, а порой дикий и безудержный. Кристина Протасовицкая и Станислав Пекарский. Неделя СТВ.